Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и продолжение партии за персию в ФФА на 10 человек! Сидмер Севизайшн 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии, ссылка в прикрепленном комментарии на весь плейлист. Там же есть все серии, которые могут увидеть спонсоры канала уже. Спасибо большое вам за поддержку! И всем вам приятного продолжения просмотра! Ну что, борту саму отвалится? Да, они становятся вон твоей столицей, бордо. Да, действительно. Что, кстати, странно. Ацтека, ты не воюешься Египтом? Нет, у нас таковой союз закончился, а что? То есть, ну, может, ты бордо захватишь? Я вон с самолетиками его... Ну, если с самолетиками, ну давай. Так уж и быть, да? Ну, а чё, кавалерии подбежал, то разбомблено, может, город бы захватил. Так, всё, больше у меня не долетает. Ну, я подожду. Мне спешить некуда. Ну, имею в виду смысл Ацтека захватывать. У него нету просто науки, ну, то есть, вот, ради этого кампуса. Вряд ли. Так, поэтому можно с ним замириться. Только что, ракета полетела или показалась? Наверное, показалось. Предложение, Ацтек. Там, может, не ракета, там, может, этот... Атомная подводная лодка поехала. Это у него такие звуки, на самом деле. А, да, атаковал броненосом атомную подводную лодку, и такой звук был. Так. Вернёмся уже, наверное. Так, что у нас по производству? По Саргады 136, 86 Тарс, 73 Сузы. Остальные все по 60. Да, не могу... Я бы удалил, кстати, этот... Но не могу, потому что... О, у нас. Индус предложение. Союз с индусом нужен. Нет, не успел. Просто... Просто соседи посидели у Чилиния. Индус только в войне, но он его не сосед. Дружба с Конго. Ну, Михаил, конечно, пытался культурой победить, но за Конго это, мягко говоря, просто нереально. Кинул тебе ещё раз. Индус кинул предложение. Забирай от стек. От стек. Да-да-да. Да-да, у вас прикольный внутренний море тут. До сих пор засуха. просто трындец конечно о так ну чё попробуем лол типа ядерка сбивается типа если у него нет ядерка сбивается война не является и че-то первый раз вот она знала но собьется конечно я думаю что эзерка мобильные берите но стамбул можно захватывать и свечи кхмер это невозможно проход вы случайно друге вот по клетку и покажет клетче стоят зачищена эдерный захват а Так, сейчас я открою всю территорию и найдем где-то у него космопорты, один световой вход. Давайте поиск просто сделаем. Квер. А парк тык тюрить нельзя, да? Да. Что нельзя? Спектакла. Да. Надо понаблюдать за игрой после того, как вынесли, Ну попросил кого-нибудь, чтобы включили. Я понял. Думал, может в игре можно. Нет. Так, теперь... Кхмир там полетел. Так, где космопорт? Вот еще у бурсы. У Кайсири. Мне, наверное, в Анкару надо бросить. Вчлению, а можно стрим включить, пожалуйста? О, сбила. Ну, вот эти две важно, потому что сейчас Стамбул и это забирается, это просто нереальная штука. Просто на этого сто процентов, который очень нужен. Так, тут все продолжаем. Так, высфахание. Высфахание. Ух ты, я в бурсу пролетела. Блин, ты меня там шпиона завалил. Ну, сори, это единственный, куда он надо летал. Да, в общем, мы его тоже убил в Стамбуле. Один на один. Обменялись, да. Есть еще желающие ядерки в Челине покидать? Ну, если вы мне дадите, я с фрегата запущу. Извини, дадим что? Ядерную бомбу вот привезите на фрегата. Ага, и ты просто руками сбросишь с фрегата в море, да? Брандер сделаю из него ядерный. 1039 это не ради науки. Слушайте, в общем, мне в межпланетный полет надо идти. Че я тут? Хотя была бы интересная функция торговли ядерным орудием. Или чтобы шпионы могли воровать. Ну, что-то типа, да. Блин, надо было. Ну, ладно, там все равно культура уже Конго не победит. Ага. Нафига, если я этого на автомат поставил, если уже все исследовано. Блин, может космопорты начали меж ускорялки нужны? Не, мне сначала надо все-таки... Там не решена проблема с Турцией на самом деле. Просто сидят вот люди на своем континенте и типа, нормально, человек улетает. Все, зашипись. Так и надо. Ну, я считаю, что ошибка Челени только в одном, что он здесь не сделал ни одной гавани и не построил там подлодки, капель, чтобы видеть мои подлодки. Это все. Ну, или там не приплыл ко мне, например. Потому что ему... Да не, ему тут было достаточно... Все научные ГГшки проспал, блин. Нормально. А, урана у Кухмера дофига. Посмотрите, может мне еще подлодку прикупить, я вот думаю. А, блин, где тут наука? Один световой ход. Так, что там с Великим... Кстати, следующим ходом, возможно, его куплю. А может, куплю? Так, ядерки у меня нету пока. Здесь и задействуем... Бомбардировщик, 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 бомбардировщик. Где еще один? Вот он. Надо задействовать в морях, чтобы контролировать. Ну, если членник, когда я прилетит, придет, то он с этой стороны придет. Так как раз с этой стороны я ничего не могу сделать. Может, мне, кстати, распределить лучше мои бомбардировщики, чтобы... Ну, он-то и будет, конечно, в столицу бросать. Само собой. Не, пускай тут. Блин, а где у меня... У меня нету художественного музея? Ясно. Так, ну... Электричество мне уже не нужно. Просто во всех городах проекты научные. Тут я... Так, две ядерки следующим ходом будет. По одному... Он уже три хода улетает. По одному ходу. Плюс у нас второй проект... Кхмер... Блин, мне нужны космопорты, на самом деле. Я-то раньше Кхмера в ускорялке выйду, мне так кажется. Точнее, я точно раньше Кхмера выйду. Это если мы Турка остановим. Но... У меня один космопорт только. Угу. Кхмер забрал норвежцы полностью. Ну, я не знаю. То есть, мне кажется, тут только мы втроём претенденты на победу. Я... Турок и Кхмер. Причём, мы с Кхмером только при условии, что мы сможем Турка остановить, а мы его ещё не остановили. Ну, это мне нафиг надо. Вообще, какая-то странная анимация. Сейчас, типа, этот ЗРК обстреливал ракету, но было ещё не как будто она обстреливает атомную подводную лодку. В общем, Стамбул можно забирать, если что. Анимация Анкару тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. 82. Ну давайте, наверное, космопорт. Ядерка. Космопорт. Так, не хочется рядом с вулканом, но остальное все производство, поэтому... Ну я не знаю, если сейчас Кхмер не заберет, ничего не сделает, то как бы... Я иначе слишком много... Производство вкладываю, иначе я не улечу. Хотя это зависит от того, заберу я этого... По идее должен забрать, вообще-то. Это... Это мой сейчас ученый будет, я прямо сейчас его заберу. Когда это засуха в пасаргадах закончится? Блин, Кхмера, 547 денег. Чё не купить какой-нибудь танчик заехать в Анкару? Но Анкару и Стамбул надо забрать. Где у него еще космопорт? Вот. Так, эти проекты убираем. Запускаем экспедицию. Чё там дальше? Ну это... Ребят, ученого заберите. Хотя, хорошая для всех информационной эры. Хотя, я тут уже все открыл. Да. Мне уже он не нужен. Так, Анкара уничтожена. Отлично. Значит, у нас остались... Дамаск. Слушай, Кхмер, ну тебе надо как-то Дамаск захватить, потому что там у него космопорт, на самом деле. То есть, Стамбул, само собой. Кстати, может, Танчиком просто поплыть к Турку сюда куда-нибудь? Или, к тому же, Кхмеру, если будут улетать, я в него кину. И Кхмер в меня может кинуть. Мы тут все в друг друга можем все кинуть, конечно. А, тут уменьшается, если убирать жилье. 1144 науки. Ну, щеленье в ускорялках. Турок в ускорялках и уже два световых года летит. Как бы ни Индос, ни Конга ничего не хотят сделать, да? Да я и не могу. Я кинуть могу. Скажете, куда кинуть, я кину. В Дамаск и в Кайсери. Ну, я не знаю, ты открыл уже всю карту? Да, да. Ну, так просто делаешь поиск по космопортам и кидаешь вот где космопорты. Кайсери, кстати, по-моему, от этого, от Стамбул космопорт. Ну, значит, там должен Кхмер забирать Стамбул. Это, Кхмер, какой тебе юниты нужны? Кавалерия? Лучше легкую. Торговые пути я за Индуса голосую. У меня к нему бегают. Все, все очки выложил. Больше нету ничего. Ну, учрение бы уже улетело, если бы мы ему это не забрали. Уже бы все закончилось. Я не знаю, чего тут. Ну, это везу, конечно, что пролетели ядерки первые две моих. Просто благодаря тому, что они пролетели, это уже что-то можно делать. Канди, легкая кавалерия, два очка дипломатической победы Конга. Он там не побеждает в случае? Ну, у Челине уже четыре света. Надо Стамбул как бы захватывать, ребят. Просто... Ну, надо захватить город с космопортом, чтобы на ноль встало. Понимаете? Космопорт я ему в Стамбуле снес. Снес, но он улетать все равно будет. Пять световых лет вход. Так, это у него, значит, уже около десяти накопилось, наверное, или двенадцати, да? Нет, там где-то пять. Нет, почему? Он на сто тридцать... Каком? Седьмом он начал улетать, или на сто тридцать? Шестом. Хмир, а ты вообще еще ли ядерки не делаешь просто? Ты на что надеешься? Ну, я не буду больше кидать ядерки. Я понял, ты надеешься то, что я буду кидать ядерки в него, ты захватывать города. Сам в это время ты проекты будешь читать. Окей? Ну, мне кажется, Челине более достоин тогда победы. Я уже кинул в него пять ядерок. Ты одну. Ты лидер, следующий за ним по улетанию. Я, получается, за тебя воюю с ним. Ну, получается так. Доделаю я ядерки. Не волнуйся. Нам осталось два хода примерно. Он через два хода улетит, все. Так, а вообще, Райз, можно остановить, если летит уже? Можно, если ты захватишь город с тем, с космопортом, откуда он отправил Райд. А-а-а. У него будет ноль световых лет. В этом космопорте будет ноль или во всех? Нет, просто у тебя будет написано ноль световых лет в ход. Но, если он в другом космопорте опять сделает проект, продолжится. С того места, откуда он закончил? Увидите. Ну, я как бы сделал все, что могу. Я не знаю, зачем мне упорываться в члене, как-то камер просто читает проекты на улет. Хотя я раньше него выйду в ускорялки, но меня это просто не устраивает, как бы. Там сколько вообще лет? 27 лет лет лететь надо, да? 25. 25. Я думаю, что у него уже... Он там был 1-2. Я думаю, что у него уже в районе 15-12 где-то вот так. Поэтому я говорю, что два хода тут осталось. То есть, следующий хода... Сейчас будет у него только 15-12, половину, вот если прикинуть там... Ну, мы тут сидим, зависим от хмера по-хорошему. И как бы хмер, и хмер сам от себя зависит. Вот ему убили города, он должен их захватить. Он их захватывает, он победит. Не захватывает, ну, победит турок. Я не знаю, тут можно... Вот ты же видел, какой проход. Так, мы там уже все поубивали нафиг, по-моему. Так, что у нас там? Ну да, все, у него даже больше, чем тысячи лавина. Не, там на эту полоску не смотри, она тупая. 6-6-7-го года. Эта полоска тупая там. Она может заполнить, там, 10 лет он пролетел, она уже все заполнила. 750, видите, у хмера, то есть, взят ученый. То есть, он последний проект, он надеется, что мы будем останавливать члене, а он последний проект, типа, такой под шумок, хопа, и запустил. Понимаете? Очень все хитрые тут. Я не буду, зачем мне члене... Я, как бы, дал толчок, возможность какую-то. Если они не смогут его остановить, так что мне париться? А у кого галикарнат? Иначе получится, что я не за свою победу просто тут. Моя победа, только если они там будут упарываться друг дружку. Точнее даже не упарываться, им надо просто забирать училение. Я в это время космопорт их строю. А, ну тогда... Я смогу улететь, только если я... Так, слушайте, давайте мы тут глянем. 155, 8. Так, в СУЗах мне точно нужен космопорт тоже. 43 маловато, 108 строю, 84 строю, 52 тут ядерка, 77 строю, 66. Не, это долго, уже все улетят. 85. То есть, получается, там вообще все слетит, да, получается? Но тогда есть шанс. Да. Ну, надо для этого города захватывать. На столице же не захватишь. Почему? Ну, не сожжешь, так достаточно захватить, и будет ноль, все. И он даже когда обратно захватит, все еще ноль будет. Не знаю, тут 11, наверное, не хочу уже космопорт строить. Лучше пускай проекты. Конго сидит, аутирует тут потихоньку. Что? Насчет Го тогда. Ну, следующим ходом ты имеешь в виду? Да. Я могу посчитать, мне все равно заняться нечем. А там, подожди, там он какими-то юнитами защищает Стамбул, я могу ядерку бросить туда, чтобы у него их не было там. И можете захватывать. Ну, вообще, сейчас я юнитов не вижу, но он может один юнит поставить, тогда я не смогу захватить. Вот у меня во втором радиусе стоит вертолет. Ну, пускай, пускай он поставит юнит, я кину ядерку и убью ему все, и ты захватишь. Ну, очень хорошие, очень хорошие места, конечно. У тебя обычная юнитерка ядерная. Обычная, но это как бы не мешало. Я тут смотрю, он не только одну ядерку сбил из всех, которые ему кину. Насчет, что вроде договаривались, ты уже юнита начал двигать. И закрыл вообще. Ну, вы думаете, потому что договорились, что... Кидают ядерку. Ну, все, чили ты подвинул, можно кидать. Короче, я кидай в Стамбул, да. Жалко, я там был хороший город. Нет, он снова на следующий выход. Все, пролетело. Ну, все равно опять световые, значит, еще надо города, другие захватывать. Силос. Ну, я Дамаск считаю, потому что Дамаск явно самый производственный. Оконка-то вообще-то никак не участвует. Да, сеть там быть. Вообще никак. Все заставлено. У меня еще две ядерки. Ну, видите, вот этот... Дамаск не добиваю. Сюда ходит, но он просто не ускоряется, да? То есть, это единственное, почему я на Кахмеры никак не сгоняю. Ты просто, Кахмер, вместо того, чтобы проекты строить на улет, лучше бы ядерки строил и смог бы тогда... У меня ядерки строятся и эти... Ты одну ядерку бросил, и все. Я три бросил. Так, ломная экспедиция. Ядерка. Колония на Марсе. А инженеров нет, кстати. Нет, это инженер фиговый. И тем более он появится, когда уже мы улетим, кто-то. Что у меня тут все... Пойдем вон рис хотя бы обработаем. Ну, глобализацию надо ставить. Ну, получается, как бы на один... Ну, то есть, один космопорт, то есть, минус один вход. Нет, скорее всего, сколько ты там построил. Да, да, это зависит от тех ускорений, которые ты там построил. Ну, забавно, что столица построила только один. А он следующим ходом улетает, нет? Потому что я уже был ход 5, был ход 6 и был ход 7. И у него сколько-то уже было. Ну, вот сейчас там чилини скажет, ты следующим ходом улетаешь. Ну, по идее, да. Ну, вот. Просто долго мяли сиси. Ну, как долго, если я вот только два хода назад открыл термоядерные? А зачем термоядерные? Ядерными кидай. Почему термоядерные-то? Что вы с этими термоядерными? Там ядерки очень близко были. Кидай ядерки куда угодно, что тогда пролетит? Ну, вот, если бы мы начали кидать друг другу ядерки, кто-нибудь другой бы победил. Ну, а так победил чилини, как и изначально. Ну, он более заслужил эту победу, чем кто-либо друг. Ну, естественно, никто больше ничего не делал. Ну, я не знаю, он не улетает этим ходом. Ну, я что-то разочарован в этих ЗРК. Типа, вот, они одну только сбили. Улучшенные ЗРК, типа. Всё, улетел. Ну, только вот эта способность, но snowball прикольная, типа, когда ты... Какая? Ну, то есть, арабские города тоже сильные. Берёшь города и население. Ну, да, то есть, то, что он забирал все города, не теряя население, вообще никак. Ну, и на арабы я, типа, напал очень неожиданно через город. Я опять не понимаю. Там у арабы какие-то, блин, два, две клетки прохода. Как так сдаться, я так не понимаю. Ну, там стоял копейщик, типа, и всё. И когда он уже прям подстроил юниты немножко. То есть, он вообще не ожидал. В принципе, как бы... Ну, пассивно сыграли соседи, честно говоря. Ну, особенно Кхмер. То есть, он надеялся просто под шумок улететь. Типа, кто-то забирает Челине, мешает Челине, а он под шумок, типа, улетает. Вот, как бы такая у Кхмера была идея. Ты сначала строишь ядерки, как я это делал. Ты сначала строишь ядерки, ослабляешься, и только тогда потом улетаешь. Только так это возможно. Ну, да, от себя не зашло. Жёстко. Как главное, шоу-посил в мою сторону. Смыло. Ну, и первый обычный век за Кхмера тоже не очень. Мне просто первый обычный век, а одного очка не хватило. Да, я вот в этом месте, типа, вот где я заспавнился, я сразу понял, что он в тёмной тике посидел, очень разъедал. В тёмную больше толку было. Ну, и вам, конечно, с территории тут завезло на горы. У нас тут горы только у француза считали. В территориях, ну, территория, да. Мы тут сидели. Я чё-то опять с компенсацией на плюс 4 просидел. Мачо пикчур сильно зашла. Типа, хорошо. А, кстати, мачо у тебя чили не было? Да. Я колизей мачо построил. Блин, я тоже строил мачо. Ну, у меня прям вообще заходило офигенно. Типа, у меня там цхшки на 7 были. Поздновато. мне кстати интересно на что конга надеялась просто нет я просто не просто интересно понятно что михаил шел в победу туризмом но закон это просто нереально получается у тебя нет священных ты не можешь строить молитвы как бы и священных местах то есть они может быть веры и как соответственно ты не можешь рокеру пассивкой пассивкой час не там можно только в цепле или взять цепл моде все так тут нет тут вон вот у к мира 600 религии вот это я понимаю но просто так я уверен что если бы у михаила не конга ну а с другой стоите бы не конга у него бы не было столько туризма тогда то есть это в некотором смысле баланс как бы фераксисы сделали но получается что ты просто не можешь за конга культуры победить именно конга должны добавить именно им способность урокер заголовки типа да слушайте мы сейчас монополии корпорации очень круто бустят вообще туризм там по 200 с лишним процентов если у тебя монополии есть бустят да но смотри тебе грубо говоря надо чтобы у тебя туризм вход был не просто больше чем культура вход у всех остальных а в два раза больше чем так грубо говоря у давай посмотрим у конга было 673 туризма вход у нас у самого большого игрока так понимаю 336 ну то есть практически два раза и все равно это ему не не позволило посмотри он 147 туристов из 200 то есть он половину только сделал то есть у него должно быть туризма где-то в три раза больше ты говоришь 200 процентов лишь не хватает все равно тут без уроки а рокеры просто вход дают тысячу тысячу туризму грубо говоря даже больше уроки рыда там папа дофига они по два по 20 тысяч если прокачиваю просто вот это ну из-за этого все сделано а иначе я так понимаю что они тестили если по-другому делать то тут можно туризмом победить очень очень рано но они они накинули этот как его ну вот раньше было там чет на 150 вот этот коэффициент был а потом они сейчас сделали 200 его короче и это прям блин прилично режет сразу да так и есть но ничего так сыграли у нас тут нашем континенте не угля не алюминия по хорошему такое не гор ничего на самом деле один алюминий типа и делать было нечего блин как улетать и я с такими надеждами поплыл на этот остров который спамуккале вот там стоит думаю блин там тундра думаю сейчас там будет и уран там будет и у ничего нет вообще ничего нет просто галяк хотя обычно биться хоть как араб араб вообще хорошо у него нет у него у него там вот как раз я бы захватил у него не кроме науки ничего не было идеально был соперник типа вот хмель и науки у него дофига был он с тобой одинаково по науке шел по моему ну у него было м1 типа но не было что-то 25 культуры что-ли что-то такое и 150 науки после ничего не было у него клетки были почти все не обработаны то есть у него только гавани были и компуса короче и 1 промзона то есть и копейщик и 2 мамлюка вот вся его арбит но я смотрю тебя про холмс это же аравийский город правильно ну там короче вот я прям на дамаск сразу напал типа я одной осадной башни пошел наверх аздует дамаск то есть он не ожидал потому что там был кумасе короче вот где вот разрушенный город слева пряностей там был кумасе и я там пошел короче захватил кумасе типа ну неожиданно короче не видел армии ничего а то есть то что кто-то захватил кумасе это ничего не говорит там просто под генералом они очень быстро пришли там буквально за два-три хода не в дамаске уже были здоровы да ну как бы здесь не видно армию просто поэтому расслабился человек а ты на чем его захвату в янычарах просто янычар с 1 бар что с катапульт а ну и что еще селитры повезло знаешь же могло быть не быть селитры и все и сиди без генычар не на самом деле за турка 1 селитры достаточно это в принципе я понимал что будет селитра потому что поймы но и у меня достаточно много городов было мне наверно надо было кхмера пытаться все-таки это изначально блокировать когда у него поселенцы вот эти утонули одного забрали другую тону над был прям города под ним приятно как раз вот такая нация то что вот ты строишь эти базара то есть как счастье не проседаешь на городах именно если ты кого-то захватил быстро ладно спасибо за игру давайте всем спокойной ночи я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео